МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города в студии Светлана Гражданкина. Здравствуйте! И коротко о главных темах выпуска. Первый замглавы проверил, как коммунальные службы справляются с гололедом. Выписано 7 предупреждений и 3 штрафа. Перекрыли канализацию. Управляющие компании нашли радикальный метод борьбы с должниками. Сотрудники МЧС предупреждают, по замерзшим водоемам до 1 декабря прогуливаться запрещено. Ноябрьск присоединился к всероссийской акции «Ночь искусств». С Ямала отправились на службу вооруженной силы страны первые новобранцы. Завершилась третья параспорт-океада среди команд городов Ямала. Как и в предыдущие годы, первое место завоевали ноябрьские спортсмены. Главная тема недели. 4 ноября Ямал открыл эстафету Олимпийского огня по территории Уральского федерального округа. Главный символ Олимпийских игр по улицам Нового Уренгоя из Салихарда пронесли 120 факелоносцев. В том числе житель Ноябрьска Александр Лазарев. Столь почетного права он добился, заполнив анкету и приняв участие в конкурсных этапах одного из спонсоров Олимпиады. Интересно, что на последнем этапе кандидатуру Александра лично утвердила известная волейболистка, чемпионка Олимпийских игр Екатерина Гамова. После того, как Лазарев пробежал свой маршрут по Новому Уренгою, он выкупил себе на память факел за 13 120 рублей. Отличительной особенностью ямальского этапа эстафеты стало то, что огонь перевозили на гидроциклах, квадроциклах, коньках, оленях и собачьих упряжках. Огонь, пересек 66-ю параллель, побывал у Стеллы Стерхи, мемориала памяти жертв политических репрессий. Его также пронесли через мост факел, а завершилась эстафета на Ямале в Ледовом дворце Салихарда, где прославленный ямальский тренер Хамит Ахатов и губернатор округа Дмитрий Кобылкин зажгли городскую чашу Олимпийского огня. А уже в минувший четверг Олимпийский факел отправился на колоземную орбиту, где 9 ноября космонавты совершат с ним выход в открытый космос. Причем один должен будет передать другому факел, как это делается во время эстафеты на Земле. Космонавты проведут за бортом станции около 4 часов. Вернется Олимпийский символ на Землю 11 ноября вместе с экипажем 37-й экспедиции. К другим темам. Заработная плата медицинских работников на Ямале в течение 2014 года увеличится на 21,5%. Такое заявление на этой неделе сделал глава ямальского здравоохранения Николай Винокуров. Он отметил, что в окружном бюджете на следующий год предусмотрены средства на оказание мер социальной поддержки медицинским работникам, в том числе молодым специалистам и сотрудникам пенсионного возраста. Эта работа проводится в соответствии с указом президента России и изменениями в постановлении окружного правительства об отраслевой системе оплаты труда. Также планируется решение кадрового вопроса. В округе дефицит врачей узких специальностей от аллорингологов, окулистов, эндоскопистов и других. Планируется подписание четырехстороннего соглашения между Тюменской государственной медицинской академией, департаментом здравоохранения ЕНАО Новоуренгойской больницей и городским департаментом образования о создании специализированных медицинских классов. Мы планируем целевое направление новоуренгойских выпускников на обучение в Тюменскую медакадемию. Мы хотим распространить такой опыт и в других городах округа. От слов к действиям администрация города наказывает управляющие компании за недобросовестную уборку снега и несвоевременную борьбу с гололедом. Правда, охватить весь город сразу чиновники пока не успели. В некоторых районах уже навели порядок, но есть и такие, по которым передвигаться опасно как на автомобилях, так и пешком. В любое время суток прогулка по улице Школьной в окрестностях 19-го дома скорее больше похожа на прогулку по минному полю. Передвигаться здесь опасно, можно угодить в самые настоящие ледяные капканы. Жильцы дома уверяют, снег в этом году здесь не чистили ни разу. В связи с погодными аномалиями у нас было тепло, здесь была лужа большая. Пару дней прошло, здесь все замерзло. Выезжая, сдавая назад, прямо в лужу, колеса упали. Вышло так, что бампер зацепило, неприятно вышло. Повреждения пусть и незначительные, но приятного мало. Ремонт машины этой семье обойдется в несколько тысяч рублей. Возникает вопрос, почему люди должны ремонтировать ее за свой счет. Сейчас можно сказать о том, что если пройти здесь пешком, то есть можно шею сломать стопудово. То есть заехать во дворы, то есть попасть домой нереально. Везде то есть ямы такие, что либо на машине днище задеваешь, либо то есть также бампера страдают. То есть, да если пройти с пешком, я даже не знаю, как это будет выглядеть. И у нас еще здесь темно, то есть поэтому увидеть что-либо, то есть и нормально даже ногу поставить, не увидишь, куда поставил. Пешеходам на улицах города приходится ничуть не легче. Всего лишь одна цифра. За неделю в травматологию обратились более ста человек. Ежедневно в администрацию города поступают жалобы. И сегодня в очередной раз первый заместитель главы администрации Андрей Касьяненко проверил, какие меры управляющие компании, дорожные службы, а также владельцы торговых точек принимают для борьбы с гололедом. Тяжело. Не берется. Сейчас вот ожидается вот теперь завтра до плюс одного, до субботу до плюс четырех. Мы планируем и в воскресенье выводить технику. Трудности, говорят представители управляющих компаний, заключаются в том, что не всякая техника способна справиться с толстой ледяной коркой. Мы не устанавливаемся. Техника постоянно работает. Ну еще надо же посмотреть на погодные условия. Вот в данный момент вот этот лед никакой технику не сковернешь. Даже тот же пресловутый грейдер, он его не возьмет. Однако некоторые службы применяют и альтернативные методы борьбы с гололедом. Вместо песка используют соль. Для многих городов это многолетняя практика. В ноябрьской популярностью она пока не пользуется. Хотя, по мнению дорожных служб, обработанные солью участки легко поддаются очистке. Мы готовы вводить и депутаты готовы это рассматривать. Ради бога, принимайте любые меры. Посыпайте солью. Придомовая территория – это зона ответственности конкретно управляющих компаний, которые, в свою очередь, наняли собственники жилья. Поэтому или вручную скалывайте различными подручными средствами, или посыпайте солью. Любая организация, в том числе и наши муниципальные организации, у себя на территории, на вводе порядок, посыпали солью. Как только это все расквасилось, зачистили лопатами, или техникой, если надо, и все. Порядок наводится элементарно. Желание, самое главное, что появилось. Будет желание, найдут любой способ и почистят. Технологические трудности, по мнению Андрея Косьяненко, уважительной причиной не являются. Обслуживающие организации обязаны наводить порядок на подведомственной им территории. На сегодняшний день больше всего вопросов именно к расчистке придомовых территорий. И наше общение с жителями подсказывает, что это именно так. Мы смогли улучшить ситуацию на дорогах. Тротуары в городе в основном посыпаны, хотя есть замечания сегодня, мы их высказали. Ситуацию во дворах пока преломить к лучшему не удалось. Что мы делаем на сегодняшний день? Как и обещали в прошлый раз, пора уговоров прошла. Три управляющие компании уже привлечены к ответственности за некачественную и несвоевременную уборку снега. Кроме того, администрации города направлено семь предупреждений в адрес обслуживающих организаций и ТСЖ с требованием устранить недостатки. Ксения Епишева, Александр Иванов и Анатолий Присич. Новости нашего города. Должникам перекрыли кислорода, точнее канализацию. На заседании совета директоров в администрации города руководитель управляющей компании «Крепость» Николай Шуневич сообщил, что за прошедшую неделю в квартирах пяти потребителей была установлена система ГЛОТ. У должников пока не работает только канализация, но уже в ближайшее время злостным неплательщикам в массовом порядке начнут отключать горячую воду. К таким радикальным мерам воздействия готовы прибегнуть и другие управляющие компании «Ноябрьска». Надо ужесточить наказание по поводу неплательщиков. То есть установка ГЛОТ, мы тоже занимаемся этой установкой. Также, скорее всего, будем принимать меры по поводу ограничения горячего водоснабжения. Вопрос оплаты за потребленные услуги, то ли коммунальные, то ли услуги, предоставляемые управляющими компаниями, все должно оплачиваться. Если есть вопросы, если есть замечания к качеству, пожалуйста, урегулируйте. Но ни в коей мере из-за того, что, допустим, были перебои с подачей горячей воды, я не буду платить вообще ни за что. Такого не должно быть. Сотрудники МЧС патрулируют реки, карьеры и озера, расположенные близ территории «Ноябрьска». Согласно постановлению главы администрации города, до 1 декабря выход и выезд на лед водных объектов запрещен. Лед на водоемах встал совсем недавно, но эти следы свидетельствуют о том, что в «Ноябрьске» уже нашлись мельчаки, которые проверили лед на прочность. К слову, его толщина на ханто сейчас около 12 сантиметров. Человека выдержит, но на озере есть и опасные места, где лед всегда гораздо тоньше. Для одиночного человека минимальная толщина льда должна быть 7 сантиметров. Для группы людей толщина льда должна быть не менее 12 сантиметров. Для массового катания толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров. Будем мониторить лед. Если лед будет соответствовать допустимой толщине, тогда люди уже на себя будут брать ответственность. Тем, кто злостно игнорирует предупреждающие знаки на водных объектах, придется выплатить штраф в размере 500 рублей. Сумма небольшая, да и за всеми не уследишь. У каждого водоема круглосуточный патруль не выставишь. Люди сами должны осознавать тот риск, на который идут. Да и сотрудники МЧС говорят, что их основная задача не ловить нарушителей, а вести с населением профилактическую работу. Ветерок поднялся, решили кайты свои испробовать. Ну, видим, товарищ говорит, что нельзя на лед. Сейчас он там, на берегу, где ветер есть, раскинем, запустим их, проверим, как они себя поведут. Ну, а потом, когда можно будет, пойдем кататься, как положено. В прошлом году на льду одного из безымянных озер погиб человек. Он катался на снегоходе. В этом сезоне жертв нет, но есть информация, что под лед провалилось уже четыре жителя Ноябрьска. Юлия Москалик, Анатолий Пресеч, новости нашего города. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Смотрите сразу после нее. Ноябрьск присоединился к всероссийской акции «Ночь искусств». С Ямала отправились на службу вооруженные силы страны первые новобранцы. Завершилась третья параспорт-океада среди команд городов Ямала. Как и в предыдущие годы, первое место завоевали ноябрьские спортсмены.